Приветствую вас на моем канале, друзья! Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами приготовим вкусную картофельную запеканку с мясом. Это простой рецепт блюда на каждый день. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и мы начинаем! Первым делом отварим картофель, поставьте разогреваться воду на огонь и очистите картошку от кожуры. У меня очищенной картошки получилось 1,4 кг. Всю граммовку вы сможете найти в описании под этим видео, но плюс-минус можете изменять, это не строгие пропорции. Дальше картошку нужно ополоснуть и порезать на мелкие кусочки, так она сварится быстрее. Когда вода закипит, добавляю всю картошку, немного подсаливаю воду и варю до готовности, где-то 25 минут на максимальном огне. Когда картофель сварится, слейте воду, добавьте к ней кусочек сливочного масла, молоко, сливки или сметану. Тут по желанию, у меня последнее. Сметану я добавила от души, 200 грамм. Если вы используете молоко или сливки, не наливайте сразу все количество, ориентируйтесь по консистенции, потому что молоко жидкое и может разжижить картошку. И при помощи толкушки все хорошо измельчите до состояния пюре. Вот такая консистенция должна получиться. Также добавьте соль по вкусу. Со сметаной картошка становится светлее, консистенция получается более нежная. Я ее так хорошенечко взбила. И можно пока накрыть, убрать в сторону, займемся фаршем. Для этого нужно мелко нарезать лук. Мясо выбирайте по своему вкусу, у меня в этот раз свинина. И пока режем лук, можно поставить разогреваться в сковородку на максимальный огонь. Добавляем пару столовых ложек масла. И когда масло как следует раскалиться, добавляем фарш. Обжариваем минут 10, постоянно помешивая на максимальном огне. И через 10 минут добавляем лук. И обжариваем до готовности. Еще минут 15, постоянно помешивая. И уже в самом конце добавляем соль и приправы. Фарш готов, можно собирать запеканку. Но давайте еще приготовим верхний слой. Для этого нужно одно яйцо, сметана или майонез и сыр. У меня моцарелла. И все хорошенечко перемешиваем. Собираем запеканку. Только сначала включите разогреваться духовку на максимальную температуру 220 градусов. У меня керамическая форма для запекания размером 27 на 19 и глубина 8 сантиметров. Поделите пюре на две части и часть пюре равномерно распределите на нижний слой. Я еще решила поэкспериментировать и намазать слой пюре сметаной, чтобы было посочнее. Никогда так прежде не делала. И попробовав, решила, что было бы лучше, наверное, с майонезом. Потому что сметана дает такой чуть кисловатый вкус. Но у меня не было майонеза. Вы его используйте, если будете делать. Или вообще пропустите этот момент. Это не обязательно. Дальше выкладываем слой мяса. Тоже равномерно распределите. И если хотите, можете его намазать майонезом. И сверху опять слой пюре. А на пюре слой из сырной помадки. И отправляем в заранее разогретую духовку на минут 15-20. Ориентируйтесь по своей духовке. Можно включить режим конвекции. Нам нужно только, чтобы верхний слой запекся, потому что все остальные ингредиенты уже готовы. И все, блюдо готово. На вкус прекрасно. Ну, когда картошка с мясом было плохо. Такого количества вам хватит, чтобы накормить всю семью. Отмечайте меня на своих результатах в инстаграме. Ставьте лайки. И до новых рецептов.